Тут даже паниковать слишком поздно. Правительству Иценюка остаётся разве что расписаться в собственной некомпетентности. Сегодня в украинском Кабмине, если и могут хоть что-то считать, то оставшиеся до дефолта дни. Госдолг Украины подсчётом подаётся с трудом. Мы не можем себе позволить обслуживать те долги, которые были взяты в первую очередь за три последних года. А за это время было получено Украиной 40 миллиардов долларов. И общий объём средств, необходимых для обслуживания внешних долгов Украины, равен фактически нашим военным расходам. 5% ВВП мы тратим на нацбезопасность и оборону. И 5% мы вынуждены тратить на обслуживание внешнего и внутреннего долга Украины. Глава Минфина Ерейска даже не сопротивляется. Она, конечно, скажет, что будет добиваться реструктуризации долга. На следующей неделе в Вашингтоне ей как раз встречаться с кредиторами МВФ. И то, что будет умолять их хоть что-то списать. Но что взамен сможет пообещать падающая в финансовую пропасть страна, чей государственный долг вплотную приближается к астрономическим 70 миллиардам долларов, 40 из которых долг внешний. То, что до дефолта Украине рукой подать, признают уже и американские аналитики. В отчетах Goldman Sachs даже с датой определились. Украина не осуществит выплату, назначенную на 24 июля. И в результате войдет в состояние дефолта. Одна из основных проблем украинского правительства, причем любого, это то, что она набирает очередные кредиты, чтобы гасить старые. А старые кредиты были сделаны для того, чтобы погасить кредитные обязательства частных и коммерческих структур. Именно на июль, это предусмотрено графиком, приходится самая большая сумма, что должна погасить Украина. Почти 4 миллиарда долларов. А их просто нет. В ожидании Черной пятницы, именно на нее выпадает 24 июля, сегодня доллар в обменниках полез вверх. В случае дефолта вместо 20 гривен за него будут просить все 60. Без вариантов, говорят аналитики. Ведь путей для отступления правительство Цуника не предусмотрело. А иностранные советники и кредиторы сделали все, чтобы этих путей в принципе не было. Европа и особенно США предпочитают предоставлять нам кредиты, но не рынки сбыта. В таких условиях кризис экспортно-ориентированной украинской экономики не может быть преодолен в принципе. А значит нет и перспектив роста отечественного экспорта. Потери украинской экономики от остановленного и часто уничтоженного на юго-востоке производства уже исчисляются миллиардами. Восполнить брешь Киев не в состоянии. На очереди очередной виток кризиса в энергетике. В прошлом году ждали энергетического коллапса, но спасла теплая зима. Даже если сейчас погодой так же повезет, уверяют эксперты, в квартирах будет куда холоднее, не хватает ни газа, ни угля. А стоимость услуг ЖКХ по-прежнему будет превышать среднюю зарплату украинца. Сейчас, за три месяца до начала отопительного сезона, в Нафтогазе заявляют, что не успеют вовремя привлечь финансирование для закачки природного газа в подземные хранилища в необходимых объемах. Еще хуже ситуация с углем. Абсолютно непонятно, каким образом будут договариваться с ДНР и ЛНР о поставках угля, либо договариваться с Россией о поставках угля, либо договариваться об импорте. Даже если сейчас вдруг начать импортировать уголь из дальнего зарубежья, Украина не успеет заполнить склады. В поисках альтернативных поставок Яценюк пишет европейцам гневное письмо, требованием проверить законность контракта между Газпромом и словацким газотранспортным оператором. Мол, право на реверс в Украину не дает. Словакии ультиматумы удивились, напомнив Яценюку, что вопрос с реверсом уже обсуждался и закрыт. Но пенять на соседей в украинском Кабмине всегда любили. Иначе как еще объяснить своим гражданам, что в состоянии дефолта, де-факто, страна живет уже год. И это не предел. В теневом Кабмине, что параллельно сформировала украинская оппозиция, просчитали. После девальвации минимальная зарплата украинцев не превысит и доллара в день. Это значит, что будет сложно взять любые кредиты и правительству, и банкам, и бизнесу за рубежом. А это значит, что уменьшение бизнеса, сворачивание экономики, нет работы, нет зарплаты. Западные кредиторы, конечно, могут долго публично демонстрировать свою озабоченность, если бы не одно «но». Объявление дефолта даст им право потребовать моментальные выплаты всего внешнего долга. А то, что он уже вдвое превышает весь украинский бюджет, то это лишь на руку. Остатки украинской независимости, как неликвидный товар, обойдутся недорого. Ксения Кулчина, Александр Балицкий, Леонид Борисов, Антон Леонов, Станислав Петров. Вести из Киева. Субтитры создавал DimaTorzok